Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благослови, Господи, и умудри, наставь! Вложи слова Твои в сердце, в разум и уста мои, Исполни Духом пребудрости, Духом разумения, Дай Дерзновение в проповеди Евангелия Твоего, Господи! Да найдутся новые души, Да увидят они свет Твой, Господи великий! Да обратятся, да покаятся, Господи! Прибудь рядом, не оставь, не покинь, И благослови даже всех Твоих святых благовестников по всему лицу земли, И им дай Дерзновение в проповеди Евангелия Твоего, Чтобы не ослабнуть в этом следовании за Тобой, за Господа нашим и Иисусом Христом! Тебе, Господу Богу нашему, за все хвала, честь и поклонение! Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! 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 Продолжение следует... 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 А там, как говорится, одувальщик на могиле. Это плохо. Господь говорит, придите ко мне все труждающие, обременные, я успокою вас. Придите ко Христу, иначе душа ваша погибнет. Если кто-то полк хуйным, оскверишься дальше? Я не матерюсь. Где вы слышали оскверные слова? Это вы сейчас осквернили эту чатрулетку. Главное, я хотелось бы... Мирова! Друга, ты что, в Иисуса веришь? Я православный христианин, конечно, верю. Я православный христианин, конечно, верю. А вы верите во Христа? А я не верю в Христа. Друг, а я друг. И что там у вас? И что там у вас? Да демон навесён. Ну и демон навесён. И что жрёт у вас с вашим верой в небо? Уважаемый, пожалуйста, скажи, пожалуйста, чем поможет мне Иисус помочь вообще, в принципе? И вообще он существует или нет твоей кондиции? Не моей кондиции, а то, что говорит Светлая Божия. Бог есть. И Иисус Христос есть, всегда и был, и будет. Иисус Христос есть, всегда и был, 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 и был. То есть душой? Хорошо, да. А может быть, это всё? Другой вопрос, да, попростой. Вот смотри, есть у нас вот управляющая власть, которая задаёт кондиции семейного народа, да? Они ведут полностью оранжевую жизнь. То есть они у нас, в принципе, йогут, и так, и так, и так, и так, и так, да? А типа мы должны там идти церковь молиться. А почему они там все так ведут? В Библии, знаете, как написано? Каждый отдаст за себя отчёт перед Богом. Каждый за себя даст отчёт. Я за себя дам. Там все эти священники, епископы скажут за себя тоже отчёт. Если он неправильно в этой жизни делал, он получит по своим заслугам. Вот. Мне по мнению, что другая точка зрения. Мне почему-то кажется, что это специально, эту ахинею всё придумали для того, чтобы те, кто там наверху, управляли над нашим сознанием дурачков и не более. Вы скажите, вы умирать вообще собираетесь? Конечно, собираетесь. Ну, как чё? А что дальше-то будет? В зависимости от этого дурацкого мира. Тогда вообще для чего вам этот смысл жизни, раз вы умираете и всё на этом? Умираете. Дальше что? У вас нет надежды? Нет. У вас нет надежды. Вот вы как раз ошибаетесь. Я живу в надежде. Я знаю, что Господь примет меня, если я, конечно, не умру во грехе в этой жизни, в приконцовке своей. Господь обещает вечное блаженство. В отличие от дьявола, что ждёт его, я ангел, вечное мучение. Вы уже при жизни здесь... Это говорит Слово Божие. Сам Владыка неба и земли. Творец Вселенный. Нет, окей, да, подожди. Это говорит Слово Божие. Откуда это Слово Божие? В принципе, откуда оно взялось? Кто это придумал? Не придумал, а написано. Написали во Святые Божьи Человеки... Кто написал это? Написали движимый Духом Святым, Святые Божьи Человеки. То есть Бог влагал... Божьи? Божьи? Не, хорошо. Кто им дал такой статус, что они стали Божьими Человеками? Кто это такой статус? Господь говорит, я вас избрал. Не вы меня избрали, а я вас избрал. От вас. Ладно, ладно, Господь. Все, пока. Мир вам. О, Господи, обрати этих людей, вырвай их из этих цепких лап дьявола, Господи, которые обращают умы людей, погубляют их. Помоги, Господи. Откройся им, Господи, в своем благоествовании Слово Твоего. Ибо они, Господи, носят образ, который Ты, Господи, создал. Но дьявол их, Господи, обращают и погубляют их души. Помилуй их, Владыка. Помилуй их. Ибо Ты, благ и человеколюбец, слава Тебе, наш любящий Господь, слава Тебе. Аминь. Мир вам. Иисус вам. Иисус вам. Иисус вам. Встань, спящий. И воскресни из мертвых, и осветит Тебя Христос. Мир вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вы ждете того, что придет Мессия и спасет вас от смерти, дарует вам бессмертие. Как вы им распорядитесь, у православных христианин? Это Господь усмотрит. Потому что мы о том мире ничего не знаем, кроме того, что написано в Гиблии. И там написано, что не будет ни слез, ни скорбей, ни плача, ни вопли. И рождений. Ничего не будет, лучше, что все будут бестелесные. Ну вот смотрите, рождений тогда не будет, правильно? Нет? Конечно, не будет. Здесь на земле только есть рождение, потому что человек смертен. А там все, бессмертие наступит. Там это где? В Царстве Небесном. В Вечности. Со Христом. А где это Царство Небесное? Она уже здесь начинается. Господь говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Уже когда человек живет по христианской заповеди, он уже внутри себя чувствует Царство Небесное, в своей душе. А вы на 100% уверены, что все писания были написаны в Господь и в Бог? Да, потому что написали святые божьи человеки, движимый Духом Святым. Как Матфей, да? Матфей, Март, Лука и Иоанн. Четыре евангелиста. Описали жизнь Иисуса Христа. Это вы в квартире своей вот так вот сделали? Нет, у меня частный дом это. А там я живу в деревне православной. А там Алтайский край, город Барнаул. Может, слышали такой город? Классно, да, Барнаул слышал. Со мной ребята служили в Барнаулу. Ну вот я как раз здесь живу. Тут у нас православная община, в деревне. Я-то уже здесь, сколько я уже тут, 12 лет уже нахожусь. А до этого чего вы понимали? Ну я пришел к Богу в 26 лет. Два года потом дома жил. Я сам с Урала, я сам с Урала. Вы наркоман? Нет, наркоманом не был. Но пьянство и блуд, все это было, конечно. Все эти грехи собирал. Бухарин? Да. А Господь меня по молитве избавил. Как только я уверовал, Господь меня избавил. Сейчас ни грамма не беру в руку. Понял. Короче, вы пухали и поверили в Бога в определенный момент. Не определенный момент, а когда я в руки взял Святую Библию. Библию стал читать. И вот тогда у меня, потому что в Библии написано, вера слышания, а слышание от Слова Божия. Вот у меня вера пришла именно через Слово Божие. На самом деле, это очень круто. Это очень круто, что Бог вас вытащил из этого говна. Извините за... Конечно. Да еще хуже можно назвать. Хоть говно, хоть коль. Согласен. Потому что если бы не Господь, я сейчас, может, вообще живых бы не было. Потому что перед уверенным, я еще больше побужался в грехи. Какой он зовут? Владимир, Владимир. Владимир. Вот я не верую в Владимир. Ну а что вам мешает? Я не верую ни в Иисуса, ни в Аллаха, не верую ни в РПЦ, ни в протестативные, как он там называет. А это плохо, потому что в Библии написано, сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Нет Бога. Да. Ну то есть вы же так рассуждаете, раз вы ни в что не верите. Нет. Нет, я не рассуждаю. Я так не рассуждаю. Я верую в себя. В себя это самопогибельное. Вы умрете и все. А там дальше вечность. И где вы будете? Владимир, хочу открыть вам секрет, что вы тоже умрете, Владимир. Тоже умру. Но у меня есть надежда со Христом быть в вечности, а у вас этой надежды нет. Не будете, Владимир. Господь усмодлен. Все в руках Дожи. Ибо смерть есть возврат к внутриутробному состоянию, Владимир. Господь Иисус Христос победил смерть. Нету смерти. Нет. Переход есть в вечность. Как он победил смерть Иисуса? Смертью смерть поправ. Смертью смерть поправ. Так и написано. То есть своей смертью он победил. Он победил смерть дьявола. Потому что дьявол имеет власть над всеми человеческими душами через грех. А Господь победил грех. Он умер безгрешный. И эту победу он нам дарует верующим. В него. Я вас... Вас самих-то как зовут? Меня Александр зовут. Александр, ну вот видите. Это печально. Потому что я сам жил 26 лет без Бога. Вообще без веры. Я понимаю, что это такое. Скажу, что радости нету в жизни. Если какая-то радость есть, она временная, очень такая, плотская. А в душе всегда скорбь, мучение, неизвестность тем, что ты умрешь. Боишься там каких-то бацилл, например, там еще что-то. Ну не грусть, что вы боитесь. А именно человек вообще, как бы, в этой жизни хочет продлить себе эту жизнь. Притом... У вас есть супруга, Владимир? Нет у меня супруги. Потому что я жизнь посетил для Господа. Угу. Я это выбросил в молитву Бога. Понятно. Вам... Вы вообще каким... А вы не планируете отвезти? Вот это, я считаю, пустые разговоры. Лучше поговорим лучше на те темы, которые ведут к спасению души. Вы поэтов каких-то либо читали раньше? Поэтов? Да. Некрасова, Натсона. О! Никитина. Угу. Пушкина там, других. Нет, да? Я очень люблю Есенина. Есенина? И чем он закончил этот Есенин? Чем он закончил? Да. Чем и каждый человек в этом мире. Краеугольный камень? Смерть. Смерть? Ну, какая смерть? Ну, не знаю. Две перси. Либо он сам повесился, либо его чекисты завалили. Ну, больше склоняется к той, что он покончил жизнь самоубийством. Кто склоняли? Те, которые его жизнь знали. Я вообще говорю о том, что есть поэты, которые Господа прославляют. И это мне стихотворение очень близки. А Библии, например? Ну, не знаю. Вот, например, есть такой поэт Ликитин Иван Савич. Слышали про такого? Нет. Вот вы могли бы задать вопрос, почему я именно пришел к вере в Бога-то? Что меня повлекло к этому? Наверное, потому что вы не видели спасения в другом. Выхода не видели. Да, и это тоже есть. Да, именно это. Потому что я не видел смысла человеческой жизни. Да. Да, то, что вы бухали. А от чего человек пьет-то? Когда у него на душе? Зачем ему пить вообще? От безделия. Смотри, пьет от безделия. Не только от безделия. И Бог он пьет, но и от безделия. От безвыходности. Нет, не безвыходности. Вот нет. Вот у Никитина есть такое стихотворение. Измученный жизнью суровой. Нет, не хочу. Не хотите? Не надо. Как хотите. Не надо, не хочу. Я за вас буду молиться, чтобы Господь вас коснулся в свое время. Спасибо. Дай Бог вам здоровья на самом деле. Всего вам самого. Я вам тоже благодарен. Всего доставить из Бумы. Спасибо. Привет. Мир вам. Я православный христианин. Ищу людей поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Нет, не хочу. А вы там выглядите мусульманин? Ну и все, что мусульманин? Что вы не умираете? Разве не будете? Нет. Я не верю. А вообще не верите? Во христе единственное спасение. Ну ладно. Все, блин. Мир вам. Православный христианин. Ищу людей поговорить о Боге. Кричи. Кричи. Нормально. Все, кричи. Все, кричи. Мир вам. Православный христианин. Ищу людей, с кем можно поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. У которых в мозге туманом не закурины. Священник? Православный христианин. Обычный мирянин. Как? Как-как? Православный христианин. Обычный, который уходит в православную церковь. Мирянин называется. То есть, рядовой церкви. Просто стены там привольно. Я понял. Просто стены украшены прямой. Фанатично слишком. Фанатично? Да нет, это не фанатично. Есть первая заповедь, наиглавнейшая. Она в Евангелии написана. Воздипи Господу Бога твоим, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим. А у вас, вот, можно вопрос? А вас можно увидеть, с кем я разговариваю? К сожалению, нет. А от кого прячетесь? От людей. Я единственное, могу за вас только помолиться, если вы покажетесь. Ну, это же неправильно. Что неправильно? Ну, задавайте ваш вопрос. А меня терзает сомнение. Теперь меня терзает сомнение. Стоит ли? Хотя, на самом деле, мы же сами знаем ответы на свои вопросы. Так ведь? Ну, смотря, что именно, какие вопросы. Если совесть подсказывает, что ты где-то что-то не так сделал, конечно, знаем. Нет, меня просто интересовал такой вопрос. Почему к Богу приходят только больные и нищие? Почему нет здоровых и счастливых, богатых? Странно, просто это все. Как это нет? Почему только такие обращаются к Богу? Потому что человек, вот, например, я 26 лет уверовал в Бога. А, есть ответ на такой вопрос? Или он сложный? Он не сложный. Я уверовал 26 лет в Бога. Потому что смысла человеческой жизни я не видел здесь, на земле. А есть люди, которые приходили в расцвете полных сил, никаких у них скорбей, ничего не было. Но в душе была всегда тоска. То есть поиск чего-то чистого, святого. А, вот смотрите, если человек лет 10 нашел в Богу, да, а потом вдруг ему разонравилась вера, и он перестал держать. Может быть, такое? Все возможно. А вы знаете, с чем связано? Сейчас связано с потерей веры. Тут один простой вопрос, кажется, ответ на этот вопрос. Потеря веры у человека. Да, но почему она так может потеряться спустя столько лет? Это же странно. Написано «Падение в вере», то есть в Библии написано. Что вы? Многие люди вешают. А вы могли бы не курить во время седы? Да, 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 да. Потому что курение... А вы хотите, да? Я православный христианин. Вы тоже христианин? Зашел в рулетку, поговорите с людьми о Боге, о спасении души. Может, какие-то вопросы есть? Я не знаю, вы к нам приходили тоже. Куда именно? А в Москву приехал уже, все объяснял. В Москву приехал уже, половинка, он ходил, он помнишь? Не знаю. Я сам живу на Алтае, в городе Барнаул. Продолжение следует... Миро. Православный христианин, ищу поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие-то вопросы у вас есть? Сейчас покажу больше. Это черный тоже. А на себе крестик поносите? Нет. Да, почему-то в Бога не верят. То есть, вас действительно окрестили, да? Да. А в Библии написано... А как все? Я сам православный христиан, обычный мирянин, то есть, я не священник. Но в церковь я хожу православная. Нет. Нет. Я вот, например, к вере в Бога пришел 26 лет. 26 лет я жил без Бога. Не было веры, и все. Но Бога я всегда в душе искал. И нашел только, когда в руки взял Святую Библию. То есть, началось звучать Евангелие. Так что, для того, чтобы вера пришла, она должна быть именно основана на Слове Божии. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, не от того, что там тебя крестили в детстве, не от того, что ты с бабушкой ходил в храм, у тебя вера появилась. А именно от того, что ты начал читать Святую Библию, поверил в то, что есть Бог Создатель и есть Спаситель, Который Господь послал в мир для спасения душ человеческих. Понятно. А вы как просто всем разъясняете, да? Ну, насколько Господь дает мудрости, да, я с этой целью зашел в чатру летку именно для того, чтобы благорестовать. То есть, я сам познал путь спасения. То есть, спасусь, не спасусь, это, конечно, не от меня зависит, от Бога. Но, по крайней мере, я могу указать человеку путь, как ему прийти ко Христу. То есть, через что именно. А ваша жизнь как-то улучшилась? Да, 26 лет я жил во грехе. Там и пьянство, и блуд, и несколько раз мог умереть. То есть, и в аварии попадал. То есть, Господь миловал. Здравствуй, батюшка. Мир вам. Я не батюшка. Православный христианин. Зашел в чатру летку, чтобы поговорить о Боге, о спасении души. А что, исповедуется? Исповедуется на пресвященником будете. Я согрешил. Ну, в Библии так и написано. Я согрешил. В Библии так и написано. Все меня не согрешил. Хочу исповедаться. Перед священником. Передом это зависит. Встаньте на колени перед Богом и не исповедуйтесь. Вы перед Богом есть. Вы честите на эту Богу. Что? Псад. Дело в том, что я к вере в Бога пришел 26 лет. Я к вере в Бога. Тогда я осознанно встал на колени перед Богом. 26 лет. И покрался с вами. Я знаю, там сзади есть надпись Иисус есть. Пусть истина жизни. Да. И дальше продолжение. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть через Христа. Через веру в Христа. Через Христа. Через веру в Христа. И я вот к тебе пришел. А я вас призываю к Христу прийти. О, привет. Мир вам. Привет. Православные христиане. Ищут людей поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Вась. Вась. Может, какие-то вопросы есть? Вась. Вась. Васильев, иди, чел, с ним поговорить хочет с тобой. Блядь, ну помнишь, мы говорили о чем? Нет. Слушай, какие плакаты. Пусть есть, иная служба, блядь. Здравствуйте. Мир вам. Православные христиане. Ищут людей поговорить о Боге, о спасении души. Да, вы хотите поговорить о Боге? Вы, как бы, пропагандируете сейчас, да, Бога, в данный момент? Не пропагандирую. Пропаганда, это как грубо звучит. Благовестую о Боге. А как это называют? Благовестие, проповедь. Или у вас просто обстановка такая, да, располагающая, божественная, так скажем. Вы знаете, я ничего плохого не имею против религии. Я сам по себе человек неверующий, но я не считаю себя атеистом. Вы знаете, почему я не верю? Я могу вам аргументированно ответить на этот вопрос. Давайте. Если вы позволите. Давайте. Не верю я просто потому, что у меня есть голова, у меня есть мозг и много фактов, на самом себе противоречащие, которые доказывают только лишь одно, доказывают того, что Бога не существует. Хотя, если вдруг, если вдруг я увижу его или его, или какую-нибудь божественную силу, я отрекусь от того, что я не верю в него и скажу вам, извините, я был не прав, я поверил в Бога. Смотрите, я вас слышу. Просто потому, что, например, теория Чарльза Дарвина, или какая-нибудь теория библейских сказаний о том, что Бог создал землю за 7 дней, они полностью противоречащие друг другу. Не замечали? Да почему-то и то, и другое дело пытаются рассказать в школу. Как вы считаете? Дело в том, что в Библии написано, сказал безумец сердце свое, нет Бога. Нет Бога. То есть, от чего, от того, что развратились, совершили гнусные преступления. Вот от чего нет Бога. Неохота отвечать за свои грешные дела перед Богом. Слова. Мир вам. Здравствуйте. Я православный христианин, ищу с кем поговорить о Боге, о спасении души. Может, какие-то вопросы у вас есть? Ну, нет, вроде нет. Что-то вы из человека в кошку превратились почему-то. Надо жить по подобию Божию, по образу Божьему. Человек, к чему направлен на вечность. То есть, мы должны к Богу стремиться, Ему уподобляться. Святости, непорочности, чистоте. Я вот 26 лет пришел, обратился к Богу. Господь нашел меня. А, у меня есть друг Бог. А, что у вас? У меня есть друг Бог. Друг Бог? Да. Как это можно понимать? Да, правда. Читайте Слово Божие и веруйте в Иисус Христа, чтобы спастись вам. Господь милостью примет Свои вечные объятия, вечное блаженство. По любви Божией Господь сошел в мир, в Иисус Христа. Говорите. Вы знаете, кто в твоей жилусе? Кто именно? В Иисус Христа. Нет, нет, не знаю. Ну, я очень сильно, в общем. Нет, не знаю. А, вообще, вы сами в Библии это читали? Ну. У Моя Бертишка, у Иисуса есть путь. Истина и жизнь, жизнь вечная, покай, обратно, что в загубле. Мир вам. Я православный христианин. Я простой мирянин, я не священник. А вы священник. Вы священник. Я не священник. Я хожу в православную церковь, в обычном мирянин. Возошел в чатру летку, чтобы поговорить о Боге с кем-то. Может, какие-то... Я бы вообще с ним... Для того, чтобы людям рассказать о Боге, вам тоже могут какие-то... Может, у вас вопросы есть. Как у вас дела? Слава Богу. А как у вас дела? Знаете ли вы, кто такой Бог-Создатель? Что Он от вас хочет? А вы за либератизм или что? Я за Христа. Нет, мы ничего не знаем, это жизнь. Мы деградирующая поколение. А вы за Путина? Я за Христа. А вы за Путина? В 26 лет я уверовал, я проголосовал за Христа и за Его Царство Небесное. Все, что земля, оно приходящее. Вы очень кайфный человек. Я в Афига горжусь. А с кем я разговариваю? А вы меня гордите. А вы ее не видите. Это, к сожалению, мертвый человек. Ну, мертвый. Если человек живет во грехах, он мертвый для Бога. Да, так и есть. Но Господь... Но она не во грехах. Она просто попала в аварию, но, к сожалению, многие услышат ее голос. И зачем я там выдумывал быть вам? Мертвый. Мир вам. Вы проповедь? Православный христианин. Ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. А вы православный? Да, православный христианин. Господи, благослови. Уважаю. Но сам не является. А кем являетесь? Просто человек. Верующий? В богосознатель? Свои понимания. О Боге у меня есть. То есть, как сказать... У меня сомнения в христианской догматике. А в чем именно? Ну, допустим, догмата Троицы. По мне, так это статистика. Это недоказуемо. Просто вера, и все дается Богом, и все в это. Ну, это же такой философский подход. Доказуемо, недоказуемо. Просто когда собираются бородатые ребята на Вселенских соборах, и там принимают какие-то догматические положения, но они принимали большинством голосов, то есть, демократическим путем. Ну, на той же, в том же Никитейском соборе, да? И то, что не укладывалось в представление большинства, да, или то, что считалось... Ну, за что не проголосовали, то не вошло в догматику. Ну, там ереси всякие, да, арианство, да, что-то еще. Ну, целая куча ересей. Ну, по большому счету, это же не ересь. Просто то, за что не проголосовали, автоматически стало ересью. И по мне, это опять-то человеческий подход. Здесь нет никакой связи с истинным пониманием, мне кажется. Дело в том, что когда речь шла о каких-то догматах, учителя вселенских, в те время, которые существовали, епископы, другие, кто там, миряне даже, они все это, как говорится, пересматривалось и доказалось именно на основании Слова Божьего. Есть места Писания, которые говорят, и тоже отродятся. Ну, скажем так, да, само понимание Христа, да, как личности. То есть, с матерушки зрения, личность достаточно приятная. Ну, то есть, да, если говорить. Я прочитал просто, я говорю не голословно, я прочитал Библию в английском варианте, в синодальном переводе. И, ну так, немножечко касался латинского. Ну, просто мне было интересно латинский язык. Я латыни знаю, но просто интересно. Я через английский знаю латынь в том числе. Сейчас момент. Я чью просто пью, решил с кем-нибудь поговорить. Хорошо. И здорово понимание Христа как Бога, оно уже спорно. Почему разошлись те же самые мусульмане христианами, но они разошлись в понимании, да, то есть для мусульман это человек, а для христиан оскорбительно мусульманское трактование Христа как человека. Они называют, ну, как христиане считают, что мусульмане называют творца тварью, да? Ну, как бы, да, как может быть Бог человеком, отновременно. Вся эта сапистическая история, она очень сильно раскалывает в итоге, ну, саму веру. В итоге получается, что абраматические религии в своем корне, они друг против друга воюют постоянно. Эта война не будет иметь конца, потому что как мусульмане сильные, так и христиане в своих трактовках, в своей тагматике, они не двинутся навстречу. Это будет постоянная война, что мы наблюдаем на протяжении уже многих сотен лет. Видите, есть истина, а есть ложь. Они с друг другом, как говорится, вот как вот, есть такие слова знаменитого Достоевского, Михаила Федоровича, он говорит, дьявол борется с Богом, а поле битвы сердца людей. То есть это всегда так было. Истина всегда противостоит дьявол, ложь. Вот например, вы видите, недоказуемо. Господь говорит, исследуйте Писания, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.